Приветствую вас, насколько мне известно, психические заболевания могут диагностироваться только очно, только врачом, вот, и только человеком, который, ну, собственно, видит непосредственно клиента, пациента, да, перед собой. Вот, то есть, ставить диагноз третьему лицу в его отсутствие, это расклад, ну, далеко не заново лучше, вот, поэтому я надеюсь, вы относитесь с пониманием к тому, что диагностировать мы ничего не будем, потому что это неблагодарное дело, это непрофессионально, вот, это чревато определенными негативными последствиями, вот, как для нас, так и для вас, вот, поэтому давайте мы именно этим, чтобы с диагностированием, вот, заниматься не будем, это первое. Второе. Мужчина 48 лет ведет себя как женщина, несмотря на мужской вид. Ну, причины этого могут быть самыми разными, начиная от проблем, его проблем, связанных с мужским поведением, вот, если такое есть, вот. И заканчивая гормонами, то есть, наличием гормональных проблем, вот, которые у него тоже могут быть, просто потому что что проблемы, значит, при взаимодействиях с, например, родителями, да, например, с отцом, допустим, есть у многих людей, у многих людей проблемы с родителями, у многих мужчин есть проблемы со взаимоотношением с отцом, но далеко не каждый из них, значит, ведет себя как женщина, вот, поэтому здесь, соответственно, могут быть какие-то еще мотивы, например, защитная реакция, желание брать на себя ответственность, вот, и так далее. То есть, на самом деле, причин может быть довольно много. Так или иначе, данное поведение ему выгодно, раз он, его, раз он ему следует, значит, данное поведение ему выгодно, вот. А раз данное поведение ему выгодно, значит, ну, он, скорее всего, и не изменится до тех пор, пока его будет все устраивать в отношениях, например, с вами в отношениях, вот, например, в отношениях с людьми, вот. Это нужно понимать. В отношениях инициативу не проявляет, ждет любви и внимания к себе. Ну, это опять же, это опять же, тут двоякая история. Либо гармония, либо полезное для него поведение. То есть, когда-то, когда-то такая модель получила подкрепление извне, и он теперь так себя ведет. То есть, это вот история становления его способов достижения цели. То есть, у каждого есть цель, у каждого есть желание, вот. Он предпочитает, значит, ждать, что ему дадут любовь и внимание, вместо того, чтобы самостоятельно что-то для этого делать. Почему? Почему он предпочитает? Почему? Вряд ли, вряд ли же случайно он предпочитает. Он предпочитает потому, что у него есть все основания полагать, да, у него есть все основания полагать, что ему дадут то, что он хочет. Это уже вопрос. Понимаете, да? Скорее к вам. Нежели чем к самому мужчине. Ну и вообще вопрос к людям, которые рядом с ним находятся. Вот. Дальше. Его интересует стирка мытье полов, причем постоянным. Ну, это стремление к чистоте, это навязчивая мысль, за которой могут скрываться ему потребности, например, потребности безопасности. Ну, вот. Ну, вот. Как, как вариант. Такая попрекция. Вот. А тут могут быть еще и другие причины, например, опять же, он за этим скрывается, то есть прячется. прячется за этими действиями, прячется за этими мыслями, прячется за этим стремлением. Ну, вот. Потому что ему выгодно, ребят, да, то есть вот нужно, вы просто подумайте, что он получает, вот что он получает, вот это, от того, что делает. Какая ему выгода, от того, что делает. Именно выгода. Польза. Какая? Польза есть. Я полагаю, что вы с этим не будете вспомнить, с тем, что польза есть. Вот. Вопрос в том, какая польза. Вот. Значит. Если бы пользы не было, он бы не делал этого. Потому что, ну, не один человек, ни один человек не будет делать что-то во вред себе. Вот. Поэтому, если он это делает, значит, ему это для чего-то нужно. Что-то ему это дает. Так он, может быть, защищает себя. Так он, может быть, там, успокаивает себя. Вот. Ну, много, 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 много может быть разных причин, на самом деле. То есть, тут, опять же, нужна более подробная информация, как он относится к этому, да. То есть, не то, что его интересует, а как относится. Дальше. Он лечится от всех болезней, пьет много бальзамов и масел. Это, скорее, знаете, что? Это, скорее, оправдание. Это, скорее, оправдание собственной, вот, такой, позиции. То есть, это оправдание того, что он нуждается, оправдание того, что он ждет к себе внимания какого-то, да, постоянно. Вот. То есть, для него это оправдание. Потому что болезни, они призваны подчеркнуть слабость, скорее всего, слабость, беззащитность, незащищенность, болезненность, вот, и так далее. То есть, я думаю, что дело здесь именно в этом. То есть, опять же, да, для чего ему это нужно? Вот, мужчине, да, зачем? Ведь это же очень тяжело. Ну, вот, с точки зрения затраты энергии, да, это очень тяжело делать то, что он делает. Потому что это надо постоянно контролировать, это надо постоянно следить, надо постоянно действовать так, чтобы, там, не дай бог, вот, там, что-то сделать не так. Это же тяжело. Но он это делает. Смотрите, он это делает. Значит, он получает от этого то, что ему нужно. Другое дело, что, может быть, со стороны вам этого не видно, или другое дело, что, может быть, вам это вредит, то, что он делает. Вот. В это поверить достаточно легко. Легко поверить в то, что вам это вредит. Но, ситуация это не меняет. В плане того, что, что, мужчина, вот он, такой. Да. Дальше. С возрастом у него стало хуже. Хуже что? То есть, вот это всё стало хуже. Да? То, о чём вы говорите. Понимаю вас, понимаю вас, что с возрастом стало хуже, это нормально. Потому что, как бы, всё течёт, всё меняется, всё развивается. И, в данном случае, мужчина просто идёт, как бы, в полноросающий. Я думаю, что, если он не обратится за профессиональной помощью, то, ситуация, действительно, будет усугубляться. И ситуация будет становиться всё более и более, более и более тяжёлой. В этом смысле. Вот. Потому что, ну, вы же понимаете, да, что, если ничего не менять, да, то, соответственно, ничего и не будет. Вот. Вот. Поэтому, да, с возрастом, с возрастом, к сожалению, будет только хуже. Это так. И от этого ни шагки, от этого никуда не уйти. Вот. Дальше. Что это такое психическое заболевание в будущем, как он, как он вообще будет себя вести. А в будущем он будет вести себя так же, только хуже. И эта ситуация будет усугубляться, ему будет всё больше и больше элементов такого поведения. Вот, грубо говоря, сколько он сейчас, да, посвящает себя вот этому вот, ну, женскому поведению, без инициативности, стирке, там, уборке, да, и так далее, и так далее. Вот. То в будущем просто будет больше этого. Что больше и больше будет отнимать у него это времени, ресурсов, сил, энергии, желания и прочее. Вот. Вот и всё. Просто. То есть, ну, может быть, это будет выражаться в определённой навязчивости. Вот. Ну, может быть. А мы этого не знаем, поэтому я здесь опять же говорить ничего не буду, потому что, не знаю, да, слепую делать выводы непрофессионально. Вот. Но то, что ситуация будет усугубляться, это да. Это факт. Это очевидно. К сожалению. К сожалению. И вопрос здесь, эээ, к вам, да, что вы ему, к кем бы ему приходите, и, соответственно, зависит от этого, уже, а, смотреть на ваши позиции. Здесь я солидарен с коллегой, со своим Кудрыщевым Игорем Леонидовичем. На мой взгляд, он абсолютно правильно вам сказал все. И на мой взгляд, именно в этом направлении вам и нужно, собственно, двигаться. Ну вот, в этом направлении определение себя и своей роли во всем этом. В том, что происходит. Потому что, ну правда, вам нужно больше думать о себе. Именно о себе. Не о нем, а о себе. Потому что... Мужчина, он, я думаю, себя в обиду не даст. Мужчина, я думаю, себя не забудет. А вот вам, если тяжело вам, то это уже весьма и весьма серьезно. То есть, ну, именно для вас это весьма и весьма серьезно. Вот. Соответственно, вы не написали о том, кто вы ему, и это весьма странно. Вот. А также, мне кажется, что обращались вы не к психологам, хотя я могу ошибаться, конечно. Вот. Но мне так показалось, что обращались вы не к психологам. Вот. Обращались вы, возможно, именно к эдотерикам. Ну вот. Но поскольку я в этом не уверен, да, то, соответственно, для психологов вы предоставили слишком мало информации. Спасибо о своих отношениях и о том, как вы их вообще выстраиваете. Вот. Понимаете? Может быть, вы до этого задавали вопросы только эдотерикам и думаете, что вот психологи, они работают так же. Нет, психологи работают не так же. Вот. Психологи работают по принципу анализа информации, которые я не получаю, да, то есть, что вы нам дали, какую информацию вы нам дали. Вот. То мы и проанализировали и дали вам обратную связь. Вот. А также, заметьте, что здесь идет диалог именно о другом человеке. Да, то есть, диалог идет не о вас, а о другом человеке. Вот. А давать консультации третьим лицам, это не одобряется, скажем так. Кодек, ну, этикой. Вот. Не одобряется этикой. Чего вы, наверное, тоже не знали. Вот. Ну, скорее всего, скорее всего, не знали. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Смотрите. Что можете сделать вы, да? Во-первых, вы можете почитать про созависимость. Созависимость – это определенное состояние человека. Вот. В котором он чувствует себя, ну, некоторым неприятным образом. Вот. Вы можете почитать про созависимость. Вы можете от него, если угодно, отдалиться от мужчины. Потому что, ну, это, собственно, того стоит. Потому что пребывание с ним влечет для вас негатив. А это неприемлемо. Вот. А вы можете рассмотреть свою позицию по отношению к нему. Вот. То есть, как и что именно я делаю по отношению к нему. Вот. Вы можете рассмотреть эту позицию тоже. Она, эта позиция, важна. Ну, потому что отношения строят два человека. Вот. Ну, то есть, по сути, вот то, что мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович сказал, здесь, по сути, отражается именно это. Вот. Но! То, что мой коллега не сказал, да, это то, что, если вы хотите перестать страдать, да, перестать именно, именно самостоятельно испытывать негатив от того, что происходит. Да? То есть, именно при условии, если вы хотите сама не испытывать негатива. То есть, не менять в обязательном порядке его, а именно самостоятельно не испытывать негатива. то, ровно настолько, ровно настолько, насколько вам будет комфортно. Скорректируйте свое поведение так, чтобы мужчине было невыгодно вести себя так, как он себя сейчас ведет. Вот. А я потом снимаю. Вот это, это, то, что вы реально можете сделать. Здесь и сейчас. Для себя. Вот. И тогда ситуация изменится в лучшую сторону для вас. И вы уже не будете так сильно переживать по этому поводу. Потому что мужчина, он, как бы, такая его все устраивает. Он менять ничего не будет. Потому что ему все, все. Нравится его. И он видит выгоду. Выгоду. От того, что делает. Вот. Ну, то есть, его это удовлетворяет. Вот. Ну, его удовлетворяет. Ситуация. Которая сейчас. Происходит. Ему нравится. Как это все происходит. Вот. А мне нравится, соответственно, Вам. Вот. И необходимо, чтобы вы обращали внимание именно на себя. Вот. И отталкивались. Отталкивались. От себя же. От. От. Своей же позиции. То есть. От позиции того, чего хотите вы. От позиции того, что нужно вам. От позиции того, что вам, ну, грубо говоря, тяжело, не нравится. И так далее. Вот. Это то, что реально можете сделать вы. По факту. Вот. Это все в ваших силах. Если, ну, прикладывать к этому, к этому усилия, конечно. Вот. Думать, что вы сможете человека поменять. Да. Это довольно наивно. Так. Люди меняются редко. А. Для этого нужно, чтобы человек захотел сам. Соответственно, для этого нужна мотивация. Обязательно. А. 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 Ему. Да. То есть. Именно ему. Именно ему. Нужна. Мотивация. Если. Мотивации нет. То. И меняться человек, соответственно, не будет. Вот. Поэтому. Здесь я рекомендую вам, опять же, подумать о том, как бы вы могли его замотивировать. Ээээ. Что-то менять. Там еще иначе. Это просто. Тупиковая ветвь. Вот. То есть вы будете от него требовать что-то. Вы будете раздражаться. Из-за того, что он не дает вам. Из-за того, что вы хотите. Вот. И. По итогу. Ничего хорошего не будет. Не будет. По итогу. Вот. А. Вот, в принципе. То, что можно вам сказать. Вот. Я понимаю, что, скорее всего, этого недостаточно. Скорее всего, что вы хотите больше. Ну, то есть, скорее всего, вы рассчитывали на, 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 на больше, на больший объем ответа. Вот. Я понимаю. Ну, и вы тоже постарайтесь понять, что дать вам ответ, опираясь только на ту информацию, которую вы дали, невозможно. Практически. Вот. Потому что, слишком мало сведений о вас, слишком мало сведений о мужчине. Вот. Слишком мало сведений о том, кто вы друг к другу приходите, кем вы друг к другу приходите. Вот. И так далее. А это все необходимо для анализа, для работы, для выработки рекомендаций, скажем так. Вот. Ну, если мы, если мы говорим именно про рекомендации вам. Вот. Так что, смотрите, решайте, сами думайте, думайте, как вы хотели бы сделать, что вы могли бы сделать в этой ситуации. Что раздражает, напрягает вас больше всего. Вот. И исходя из этого уже можно будет что-то предпринять. Ну, а если вот в этом аспекте вам понадобится помощь психолога, то вы можете выбрать любого эксперта на нашем ресурсе и обратиться к нему за помощью. Вот. Вот. Мы с радостью, с огромным удовольствием вам помочь, вам помочь. Вот. На этом, в принципе, все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Основной вывод, который бы я сделал из своего ответа, да, он бы звучал. Звучал бы примерно так. Где вы во всей этой истории. Вот именно вы где во всей этой истории. Конкретно вы. Так у вас здесь есть родительская позиция, да, что мужчина так себя, например, вести, ну, не должен. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть, он не должен так себя вести. Я с вами не спорю в этом. Но, понимаете, он уже такой. Он уже так себя ведет. И ваша борьба с ним, да, именно борьба. Заметьте, именно борьба. Она ни к нему не приведет. Эта борьба, она, скорее, ваша. Борьба нужна вам. Не мужчине, да, а вам. Вот. И, опять же, по собственному опыту, я могу сказать, что ничего хорошего из подобных ситуаций, да, не выходит. Или выходит, но очень редко. Вот. Но, опять же, это вам, об этом вам сказал мой коллега, вот, Кудрячев Игорь Леонидович. Вот. Я надеюсь просто, что вы больше будете думать именно о себе. Вот. Не о нем, да, а о себе. Потому что, вот, это единственная правильная позиция. Думать, думать именно о себе. О себе, о себе любимой. Да? Думать. Вот. Знаете? в качестве. Сказать. Вот это правильно. Буду для вас. Ну и наиболее конструктивно. Ну. Потому что, если вы будете думать о себе, то ситуация будет складывать для вас максимально положительно. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.